Я Рома Рабинович. Я сейчас режиссер студенческого театра МГУ и занимаюсь студийным движением по школе Вахтангова. Наша задача не просто создать театральную студию, а создать некоторое сообщество молодых людей, которые могут в одном географическом месте в студии заниматься своим культурным и физическим развитием. Чтобы эти люди читали друг другу стихи наизусть, чтобы эти люди каждую секунду торопились куда-то жить, чтобы их вечера были заполнены, они знали, что им нет выхода пойти в кафе или еще куда-то, а им нужно бежать в студию, им нужно прочитать новую книгу, им нужно сделать новый этюд. У нас есть несколько проектов. В прошлом лето мы выиграли грант на создание книги. Мы выпускаем книгу по очеркам, которые пишут наши студийцы. Это будет книга интересная. Если вы видели где-нибудь записки да Винчи, которые сделаны все в виде схематики, в виде каких-то рисунков, то вот мы пытаемся создать вот такую книгу, которую не читаешь и понимаешь, а которую читаешь и воодушевляешься. Она построена больше по театральным законам, эта книга, как спектакль. Книга-спектакль. Хочется собрать еще тех, кто ощущает, что ему этого мало. Тех, кто еще не уехал там за рубеж куда-то и не нашел какие-то свои маленькие уголки, а который хочет попасть в одно общее пространство. Мы хотим объединить творческую молодежь, которая еще не убежала в эту погоню за деньгами, а которая ищет себе сообщество, где она может экспериментировать, создавать. Ну, смотрите, помните же, была такая штука. Был Есенинский кабак, где они все встречались с поэтами. Были усадьбы всевозможные, были кружки известных писателей и так далее. Это все было. Это и сейчас, наверное, существует, но я устал искать. Единственная возможность создать самим. Мы бы хотели сейчас создать место, где ты можешь получить классическое образование. И это не связано с высшим учебным заведением, где ты можешь прийти и познакомиться с человеком, который не придет к тебе в вуз. Ну, например, там, Сокуров может прийти и дать какой-то мастер-класс. Или придет какой-нибудь старый учитель, который всеми забыт. Классический старый учитель. Если вы операторы, или если вы монтажеры, или если вы люди, которые связаны как-то с созданием кино, приходите, у нас дико интересно. Мы будем создавать маленькие зарисовки фестивальные, художники, мархи. Мы занимаемся изучением пространства. Тут потрясающее пространство. Это сталинский ампир, это МГУ. И слушайте, самая главная мысль. Ведь реально сейчас вы ощущаете, что сейчас пришло время, когда самообразование и культурное образование классическое становится даже не то, что модным. Люди ищут, где бы найти вот это последнее крупице, потому что кругом вранье. Кругом пустые какие-то, пустые университеты, в которых ходят куча людей, и никто там ничего не делает, в этих университетах. Представьте себе, в Киеве была такая штука, в нашей киевской студии, что на базаре на Бессарабском рынке была пятиминутка в пятницу, в восемь вечера молчания. Были люди, которые пришли и тренировали на рынке попытку что-то купить молча, попытку объясниться с другим человеком молча, посуществовать в тишине. И на рынке, на маленькой-маленьком пространстве, на пять минут воцарилась тишина. Я не знаю, ну по-моему не хватает этих штук сейчас. Ну неужто вы не чувствуете, что все умирает что ли? Приходите развивать себя. Мне понравился лозунг «Научиться жить заново». Это же так круто, когда человек торопится, когда ему не хватает времени, когда он несет со сломя голову, потому что он знает, что в семь часов у него танец, а потом после танца ему нужно еще успеть прочитать Достоевского, а потом наутро ему нужно встать и сделать пластику, потому что в прошлом занятии по пластике он почувствовал, что грудная клетка у него недостаточно пластичная, и он из недели в неделю начинает развивать свое тело. Ну это же сейчас так нужно, и это абсолютно не связано с форматом фитнес-клубов или чего-то. Это связано с стремлением человека развиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы научились друг с другом общаться этюдами. Более того, сейчас нету мест, где вы можете общаться, ну даже на то пошло с девушками нормально, потому что сейчас, ну что с ними, можно пойти погулять или что-то поделать, а здесь вы можете с ними работать, заниматься этюдами, общаться не по принципу, кто кого хочет затащить в постель, а по принципу общения двух полов, культурного общения, интеллигентного. Мои родители еще в будущность Академии Городка Новосибирского ходили по улицам, по соседним и с друг другом перекрикивались стихами. Тогда появился джаз, тогда люди занимались изучением физики, могли встретить какого-то чудака взгерошенного, который ходил бы по улице и рассказывал другому человеку принципы основы там, теории относительности или квантовой механики или еще чего-то. Ну это же так, я об этом скучаю, где это сейчас? Видите, я же ничего вам не объясняю, но все, начинаете сами чувствовать. И мне бы, да, очень хотелось бы, чтобы вы в это влюбились, как я в свое время влюбился в это. Мы хотим вас всех собрать, творческих. Поэтому айда, быстро к нам. Узнайте, когда ближайшие мастер-классы. У нас регулярно, каждые полмесяца проходит открытый класс по воображению, по классической школе Вахтангова. КОНЕЦ